Меркурий связан со своими отношениями, он дает людям возможность строить отношения, гармонию создает в этом мире, гармоничность. Но если человек не хочет гармонию испытывать со всем, тогда плохой период по Меркурию означает замкнутость, нет возможности общаться. А если человек с плохим влиянием к Меркурию рождается, то он даже не может речь, нормально сказать слова, и у него заика не может быть. Нарушение логики, мышления, это все связано с Меркурием. Луна, женская планета. Марс, низшее влияние мужское начало, низшее мужское начало. Храбрость, строгость, головы и функции мужчины, все это Марс. Солнце, высшее мужское начало. Это ответственность, серьезность, амбиции, чувство собственного достоинства мужское. У женщин Луна, высшее женское начало. Означает женское чувство собственного достоинства. Означает тонкое восприятие мира. Означает близость к Богу. Сердцем чувствует женщина все, что правильно и также все, что неправильно. Это влияние Луны. Женщина очень тонко воспринимает мир в результате влияния Луны. И близкие отношения в семье, родство, означает влияние Луны. Поэтому в ведической астрологии по влиянию Луны смотрит совместимость людей. Потому что родственное чувство, родство, зависит только от Луны. Если Луна несовместима, родство будет сложно создаваться. Не будет родственных чувств. Или они будут возникать с большим трудом. Но плохое влияние Луны означает, что женщина холодная. У нее нет родственных чувств никому. И очень трудно полюбить кого-то. Это может сопровождаться бессонницей. Может сопровождаться тем, что она не интересуется людьми. Не хочет о них заботиться.